Удобный настил на полу, для колясок это очень даже великолепно. Он поднят в этом году над землей на специальных полозьях, так что если польет дождь, мы не плывем. Невысокие кровати, просторные помещения, чтобы люди с инвалидностью могли проявить свои безграничные творческие возможности, в полевых условиях создали инклюзивный городок. Эта площадка на Иволге работает второй год, на этот раз здесь живут вдвое больше человек. В этом году у нас проведена специальная деревянная дорожка в душе, сами души усилены со специальными деревянными поддонами, чтобы человеку на коляске было проще перемещаться. В этом году на Мострюковских озерах собрались более двух тысяч участников со всей страны и из-за рубежа. Культурный бум, поколение добра, медиаволна на форуме представлено 10 смен. Чтобы участники провели время с максимальной пользой, до вечера идут образовательные программы, работают тематические шатры. Шатер инновации, как всегда, одна из самых интересных площадок. Здесь и 3D-принтер, и макет самолетов, ракет, и даже есть настоящий тренажер для пилотов. На таких и занимаются летчики. Здесь мы видим штурвал, рядом рычаги управления двигателем, также панели, панель навигации, панель пилотажная, взлетная полоса прямо на экране. Ну что ж, полетели? Полетели. Пока одни на образовательных семинарах, другие участвуют в деловой игре. У смены политика встреча с председателем регионального избиркома Вадимом Михеевым. В этом году на Иволге изберут президента форума. Правила, как на настоящих выборах. Сейчас мы попробовали даже собрать просто подписи, и ребята, как вы видели, активно откликнулись, им было интересно, и как это происходит. Я зарядился просто позитивом, приятным, и если эти молодые лица мы потом увидим в наших органах власти, я буду только рад за нашу страну. Результаты выборов на Иволге станут известны к концу форума. Участники шутят, насладиться властью народный избранник не успеет, но зато хоть пару дней почувствует себя президентом. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.